Крадник на дворцы и умершую знать на ночь и огонь к хозяину города. Этот крадник на дворцы знать, чем красивее и роскошнее, тем лучше. Владельцы умерли, но их состояние осталось в веках. И владеют этим не их законные наследники. Это так и принадлежит им, но пользоваться этим они не могут. Но можно их попросить. Не напрямую, напрямую такие люди ничего вам не дадут. Они привыкли держать напор. А вот через их начальство это получится легко. И крадник поставят очень легко. Крадник потому, что сейчас это официально принадлежит другим. Но по краднику благо вам пойдут. Сначала выбираем город. Если живете в сельской местности, то выбирайте место, где жил барон, владел этими землями. И ближайший большой город. Ритуал только по темноте. Когда определились с местом и городом, ищите или дворец, или место в центре. И скажите. Хозяин города, тебя я призываю. И приготовьте побольше чеков, упаковок от лекарств в виде дара. Чем больше, тем лучше. Чеки можно и чужие. Все завернуть в подарочную бумагу или чеки. Перевязать красной лентой. Сказать. В дар хозяину города. И продолжаем. Тебе дар приношу. Сегодня я его сожгу. Тебя прошу. Поставь мне крадник на роскошные дворцы. Попроси умершую знать мне помочь. Это им принадлежит. Другой владеет не по праву. Ты через крадник мне это передай. Пусть время ход изменит в городе твоем. Пусть мертвый нынче правит, неживой. И мне пусть перейдет. Часть денег. Дом прекрасный, чтобы был. Ты попроси их. Свободу им даруй на время. Что помогает мне. Ты для меня сделай исключение. Прошу тебя и заклинаю. И отправляйтесь на перекресток сжигать чеки. Или сжигайте дома на алтаре. Как пойдет дым, заклятие повторить три раза. Все получится. Умерший знати станет вам помогать. Тебе дар приношу. Сегодня я его сожгу. Тебя прошу. Поставь мне крадник на роскошные дворцы. Попроси умершую знать мне помочь. Это им принадлежит. Другой владеет не по праву. Ты через крадник мне это передай. Пусть время ход изменит в городе твоем. Пусть мертвый нынче правит, не живой. И мне пусть перейдет. Часть денег. Дом прекрасный, чтобы был. Ты попроси их. Свободу им даруй на время. Что помогает мне. Ты для меня сделай исключение. Прошу тебя и заклинаю. Тебе дар приношу. Сегодня я его сожгу. Тебя прошу. Поставь мне крадник на роскошные дворцы. Попроси умершую знать мне помочь. Это им принадлежит. Другой владеет не по праву. Ты через крадник мне это передай. Пусть время ход изменит в городе твоем. Пусть мертвый нынче правит, не живой. И мне пусть перейдет. Часть денег. Дом прекрасный, чтобы был. Ты попроси их. Свободу им даруй на время. Что помогает мне. Ты для меня сделай исключение. Прошу тебя и заклинаю. Тебе дар приношу. Сегодня я его сожгу. Тебя прошу. Поставь мне крадник на роскошные дворцы. Попроси умершую знать мне помочь. Это им принадлежит. Другой владеет не по праву. Ты через крадник мне это передай. Пусть время ход изменит в городе твоем. Пусть мертвый нынче правит, не живой. И мне пусть перейдет. Часть денег. Дом прекрасный, чтобы был. Ты попроси их. Свободу им даруй на время. Что помогает мне. Ты для меня сделай исключение. Прошу тебя и заклинаю. Вот мы на перекрестке. Вокруг огромные валуны. Это побережье. Тут все камни. Огромные валуны играют роль алтаря. И это мы сейчас будем сжигать. Это чеки. Чеки набирайте свои, чужие. Но это должны быть оригинальные чеки. Это могут быть банковские распечатки. Если вам выдают чеки на листке бумаги, как мне, в некоторых учреждениях в странах выдают, это тоже годится. Можете брать, распечатать, что у вас был оборот по банку. Вы можете к этому ритуалу приложить и чужие чеки. Их около банкомата всегда очень много валяется. Возьмите и подберите. Если вы работаете в торговле, то вообще просто чудесно. Люди их оставляют. Собирайте. Для этого ритуала вам нужен большой отпуск. И чеки тут годятся. Я вам покажу вам много раз, как с упаковочной, подарочной бумагой или сумочкой ритуалы делают. Но я в данном случае заворачиваю в чеки. Чеки им милее. Это распечатка на листе. И перевязываем бумажную, не бумажную, а атласную ленту. Это натуральный атлас. И в коробочке от различных лекарств, вкладыши от лекарств, добавок, от кальция. Это тоже идет плюсом. Или можете, если этого нет, положите любой фемиан. Сейчас лепестков очень много. Можете каркаде положить, можете кофе. Но фемиан вам нужен. И сжигаем. И, естественно, повторяем заклятие три раза. Почему мы обращаемся к хозяину города? Потому что именно хозяин города, он начальник. Только не начинайте с зимнего. Не начинайте с Кремля. Выберите себе особняк по стране. Это не так просто, как энергию перебороть. И напрямую у хозяина дворца он с вами говорить не будет. Люди знатные, они очень обменные. Мы для них никто. Магов они уважают. Но, тем не менее, они привыкли, что все только облаченные титулом. Поэтому обращаемся через их начальство. А вот для них им служит честь. И после того, как его попросил шеф уже, он вам будет помогать. Он сам вам этот кратник на свое имущество и сделает. А эти вещи, они не потеряли ценности, ни драгоценности старинные. Они только прибавили в цене. Ни эти особняки в центре города. Даже их них неудобно. Но на них есть свои ценители, как ни странно, и очень большие. Они стоят дорого. И он полноправный владелец. Вам выберут именно полноправного владельца. Вы так не угадаете, кто там был. Кто там был никчемный племянник, растрачек. А кто реальный основатель строителей. Вам выберут, он вам и поможет. И так как сейчас юридически это принадлежит другому. Организациями. Человеку вам остановят этот парень. Выбирайте то, что вам нравится. Это должно. Если вы в сельской местности живете, выбирайте землю, которые принадлежали баронам, графам. У вас где-то есть или замок, или вы знаете, что эта земля принадлежала там какой-то усадьбе, может, играть большой. Земля это тоже ценности. Они так и остались до сих пор. Тем более сейчас ценены продукты и дупли. Не знаю, к чему к вам придет этот край, но к чему вам нужны. Может, кому-то землей. Может, кому-то придет деньгами. Кому-то недвижимостью. У кого-то может получиться какое-то положение в офисе. Смотри. На дым. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ